Но открыть дорогу и вот все эти природные таланты раскрыть правильно и воспитать правильно могут только хорошие специалисты, профессионалы. Ляна Васильевна, хореограф, за которого мы держимся, это человек, который создает образы художественные, очень интересные на сцене сценические. И она нравится всему центру творчества, очень многие коллективы на нее уже смотрят, как на специалиста. Наталья Юрьевна, режиссер от Бога, который пишет сумасшедшие сценарии, и у нее масса-масса грандиозных идей. Вот Мария Анатольевна, это человек, который с детства, до самого последнего, 11 класса, потом продолжает. Занималась в театре, теперь уже работает, занимается гримом, еще ведет концерты в центре творчества. Это творческий человек, она великолепная актриса. И поэтому это люди творческие, которые собрались здесь и дают вашим детям образование. Образование. Они учат забивать, они учат зашивать, они учат рифмовать. Теперь код открытия года, собственно, подходит, к чему меня и позвали сюда. Я забыла сказать, что здесь были два лидера, Олег Ханчуков и Ира Габоненко. Это два таких явных открытия за этот год. Это барышня, которая говорит тише всех. С точки зрения психологии, тише говоришь, я больше лучше буду слышать. Она говорит тихо. И вот это вот ее притягательность колдовская. Обалденные глаза, в которых просто она выходит на сцену, и в ней все зрители просто утопают. Просто она как на гнид. Она на репетиции очень спокойна. Она не помняет сумасшедших эмоций. А на сцене на нее смотрят все остальные. Потому что на сцене она очень яркая, драматическая актриса. И пластическая актриса. Ей дано все. Ей дано все. Это действительно открытие года. Мне бы хотелось, чтобы она не уходила с коллектива. Как бы ей там не было многообидно, грустно. Ира Габоненко. Это калакливая. Поаплодируйте, пожалуйста. Калакливая. Актрисия. Вот такой золотой мандарин в номинации «Полет фантазии» я хочу вручить актрисе младшей группы. Загоенской Светлане. Номинация за проявленную силу воли и самоотдачу на репетиции. Эту медаль я вручаю Шелухину Артему. Итак, последняя номинация. Кто же лучший артист в студии? И именно вас, самого главного человека, директора Центра детского и юношеского творчества, Левченко Нина Андреевна, пожалуйста, на сцену. Для обучения самой главной актрисы мандаринка. Добрый вечер, дорогие родители. Я хочу сказать, что коллектив такой, как наш мандаринчик, это уникальный коллектив. Потому что такого коллектива на сегодняшний день в городе Киеве нет. И поэтому именно этот коллектив был на заключительном концерте, как театр, приглашен в город. В лидеры выбились три человека. Катя Лемешко, Денис Медошковский и Юлия Стогни. Кто же из них лучше? Ну, была бы моя воля, я всем сразу отдала. Но у них такой закон. И поэтому я с огромным удовольствием. Я поздравляю всех троих номинантов. Поздравляю. Я думаю, что так оно и будет. Если не в этом, то в следующем году. И с огромным удовольствием я называю прекрасную актрису Екатерину Лемешко. Дорогие родители, спасибо вам огромное за все. И я думаю, что так держать вы на правильном пути. Дети, всего вам доброго. Милые педагоги. Спасибо вам за все. За ваш труд. С дамчатим учебный. И по традиции сезон мы забываем волшебное слово. Таким 3-4. Все.